Готовить в духовке оригинальные и вкусные блюда – хорошо, а вот отмывать последствия всей этой вкуснятины не очень приятно. Какую духовку отмыть легче всего от жира? Ту, в которой только что приготовили пищу. Не через день, не через два, максимум через пару часов после готовки. В остальных же случаях хозяйкам приходится искать различные способы для очистки духовки от застарелого жира. Есть множество действенных и безопасных для здоровья человека и состояния покрытия духовки средств. Использование специальных средств. Среди средств для очистки внутренней стороны духовки есть те, которые хорошо справляются со своей задачей. Например, русская пенка шумовит. К сожалению, у всех промышленных средств есть один существенный недостаток – они имеют резкий химический запах, который долго выветривается. Кроме того, по своему составу все средства очень агрессивные. Работать с ними нужно исключительно в резиновых перчатках и с марлевой повязкой, чтобы частички не попали в дыхательные пути. Обычно средства нужно нанести на поверхность, оставить на некоторое время, указанное в инструкции, а затем просто смыть влажной губкой. Если плита электрическая, то сначала ее нужно выключить из сети, чтобы свести риск удара током к полному нулю. Очистка духовки раствором уксуса. Более безопасный способ, проверенный не одним поколением хозяек – раствор уксуса. Что нужно? В глубокий противень налейте воды. Добавьте рюмку уксуса 97%. Разогрейте духовку до 200 градусов. Достаточно получаса, чтобы весь жир от паров уксуса отстал от стенок. Пока духовка еще теплая, уберите мягкой губкой все загрязнения. Если они отходят не сразу, то процедуру нужно повторить. Не рекомендуется использовать жесткие металлические губки. Они царапают поверхность, грязь и жир в царапины забиваются еще быстрее, а удалить их еще сложнее. Рекомендуется открывать окна во время мытья духовки и надевать марлевую повязку, чтобы вдыхать меньше паров уксуса. Протирание нашатырным спиртом. Одним из наиболее популярных способов очистки духовки является протирание нашатырным спиртом. Что для этого нужно? Обильно намочите мягкую тряпочку нашатырным спиртом. Смажьте всю внутреннюю поверхность духовки тряпочкой. Оставьте на ночь духовку. Утром обычным моющим средством для посуды вымойте духовку. Насухо протрите ее. Нашатырный спирт хорошо разъедает жир, независимо от того, насколько он застарелый. И все же этот способ лучше применять сразу после приготовления, чтобы не скапливалось загрязнение и не было необходимости сильно тереть покрытие. Радикальный способ очистки духовки. Для избавления от очень больших жировых отложений в духовке можно использовать радикальный способ. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Применять его желательно не чаще одного раза в полгода. Что нужно? Смешайте в равных долях чистящий порошок, лимонную кислоту и средства для мытья посуды. Полученную массу нанесите на внутреннюю сторону духовки зубной щеткой. Оставьте на полчаса. Если смесь высыхает, смачивайте ее мягкой мокрой губкой. По истечении времени удалите массу влажной мягкой тряпкой. Тщательно промойте духовку. Просушите уже чистую поверхность сухой тряпкой. По своему составу эта смесь является примером сложной химической реакции. Обязательно надевайте резиновые хозяйственные перчатки, респиратор и открывайте окно на кухне. Чтобы смесь не испортила покрытие, использовать ее нужно нечасто. После такой очистки духовка еще долго остается чистой внутри. После приготовления блюд достаточно просто протирать поверхность влажной тряпкой, смоченной в растворе для мытья посуды или любого другого чистящего средства. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Любую духовку проще очистить от жира сразу после готовки, пока она еще горячая, а жир не успел въесться. Для тех, кто не имеет возможности сразу вымыть духовку, есть простой совет – нагревать воду с уксусом или нашатырем после готовки. Даже по истечении суток или двух загрязнения будет проще удалить без специальных средств. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok